А плетёная леска внутри, она нужна была для того, чтобы сохранить гибкость? Она была, да, сохранить мягкость. Вот именно тоже, как бы, было несколько вариантов, когда пытались протащить проволоку всевозможную, вот, и остановились на плетёном шнуре примерно 0,4 диаметром. То есть иголка для прокалывания, там, мёртвой рыбки, есть у многих производителей такая вещь, даже обычная спица с крючком, протаскивал петелечку, вытаскивал, всё. Но приходилось совершать очень много манипуляций, и на такую приманку ловить в корягах очень проблематично. То есть это зацеп, ну, с вероятностью, наверное, в 90%. В конечном итоге дошли мы вот до вот таких джиголовок. И, что очень немаловажно, если мы посмотрим, скажем, джиголовку Андрея, вылет уха. Здесь 90 градусов, а это и 120. Амплитуда подачи приманки, то есть её поведение в воде совершенно меняется. Здесь более плавные, такие более мягкие получаются волны у неё, а при этой она более высоко подскакивает и, ну, ведёт себя немножко по-другому. Ещё у нас есть такая теория, что при таком развороте уха поклёвка значительно результативней. То есть при 90 градусах совершаются вот такие движения джиголовки в момент подсечки. А здесь вот такие. Ну, это опять же, это наша как бы теория, то есть проверить мы её никак не можем. Это надо, наверное, нырнуть и посмотреть. Как она там, да, засекает его. Да, поставить камеру в рот судаку. Вот, то есть, ну, вот как бы вот такие джиголовки. То есть сейчас вы используете только джиголовки и никакого дополнительного навесного оборудования в виде двойников, там, тройников и всего прочего, да? Абсолютно. Вот оснащение приманки. То есть в любых условиях. Что на соревнованиях, что в обычной рыбинейской рыбалке. На таких приманках 6-0. И этот крюк, насколько я понимаю, универсален. То есть на него можно насадить приманку 6 дюймов, 7 дюймов, 8 дюймов и даже... 8, 8, я максимально все, что я насаживал 8, 8 дюймов, вот такую резинку, то есть, ну, все прекрасно работает. Все едят, крючок во рту, рыба засекается. Не кажется ли тебе, что вот более крупный крючок, который размещен не просто в головной части, да, вот как в твоем, например, варианте, а все же немного смещен к середине, дает лучшее и более, скажем так, эффективное и подсечку, и вываживание, меньшее количество сходов. Ну, давайте мы просто сравним как бы две приманки. Они же одной длины, да? Они одной длины, да. Ну, давай я покажу на примере вот этого виброхвоста, того, как оснащен твой 6-дюймовый виброхвост. То есть, смотри, куда это надо, идет прокол, во-первых, почти снизу и наискосок. Да, но для того, чтобы крючок нормально разместился, я вынужден так делать. Если мы берем, нормально оснащаем джиголовку, вот джиголовку, виброхвост этой джиголовкой, получается выход крючка у нас вот здесь из резины. Давай сравним это оснащение. То есть, и все как бы якобы преимущества твоего оснащения сразу же пропадают. Во-первых, вот так оснастить силиконовую приманку намного тяжелее. Она начинает десформироваться, да. Смотрим, как оснащена эта приманка. И смотрим, как оснащена вот эта. Разница есть. Я не спорю, что возможно использовать и эти джиголовки. Не вопрос. Мы используем просто вот эти. Дим, я понимаю. И они никогда не подводили. Ну, это еще зависит, видишь, и от самой формы, да. То есть, получается так, что она идет под самой спиной. Под самой спиной, да. Практически. Если приложить ее, то она идет под самой спиной. Достаточно получается вылета крючка, чтобы для засечки, то есть, ну, рыбы. Да, и при этом как бы она не уходит там сильно глубоко в силикон, не сильно ее деформирует. Нет, нет, абсолютно. Она, то есть, очень хорошо себя там чувствует. То есть, оптимально, да, чтобы вылет был какой-то, вот, сколько там, сантиметров, полтора. Ну, чтобы палец проходил, скажем, указательный палец, да. Ага. Этого вполне достаточно. И нет смысла стараться ее как-то там вытащить, да? Нет, зачем. Или сделать вот такой вылет, как у меня там. Вот она, вот она есть, как бы, вот так вот. Вполне достаточно вот палец проходит, ну, для засечки. Конечно, я видел много всяких разных оснащений. То есть, когда торчит буквально там несколько миллиметров, то засечь рыбу. Ну, да, крайне тяжело. Силикон, силикон достаточно плотный. То есть, это не съедобная там резина, а, ну, обычный силикон. Крайне тяжело. Сходов будет очень много. И пустых поклевок просто на просто. Но в некоторых случаях люди стараются наоборот. Жало немного вытащить оттуда, так, чтобы вот здесь вот, да, сохранить побольше расстояния. Нужно это, нет? Ну, в принципе, то есть, это, скажем так, ну, не помешает. Хочу отметить один маленький момент. Что этих джигаловок размером 6.0, крючком 6.0, вполне достаточно для оснащения и приманок 7 и 8 дюймов. Здесь приманка максимально подвижна. То есть, поверху проходит у нас сам крючок. То есть, резинка очень мягкая. И работает виброхвост. Да, виброхвост работает и в горизонтальной хвостиком, и в вертикальной плоскости. То есть, очень хорошо. Если мы, конечно, засунем сюда здоровенный крючок, то есть, этого мы не получим всего эффекта от его работы. То есть, если я правильно понимаю, если использовать крючки большого диаметра, ну, то есть, большего размера, соответственно, и большего диаметра, загнать их в пасть судаку на подсечке будет гораздо сложнее, да, чем вот эти тонкие, относительно небольшие крючки. А это напрямую влияет на результативность. То есть, мы большее количество судака просто не сможем нормально подсечь. Так? Ну, я думаю, да. Так, наверное, оно и есть на самом деле. В каталогах многих европейских фирм, которые занимаются производством крупного силикона и вообще, в принципе, какого-то оснащения для ловли судака, очень часто мы встречаем большие головки для крупной резины, покрашенные в разные цвета. Как думаешь, насколько это принципиально и нужно ли это вот в нашей ловле? Там флуоресцентные какие-то там яркие головки, красные, белые, с нарисованными глазами, натуралистичные, вот в форме рыбьей головы, но покрашенные, как настоящая рыбка. И зачем это сделано, и нужно ли это вот у нас, дает ли это что-то? Ну, я думаю, что именно покраска там и какая-то реалистичность, она может быть не помешает. Самое главное, чтобы не мешало. То есть, если у вас будут же головки какие-то крашеные, я думаю, тут ничего плохого не произойдет. На самом деле, то есть, я не замечал какого-то улучшения или там ухудшения. Красил иногда свои джиги. Там всевозможными флуоресцентными красками, но я не заметил какого-то там супер увеличения числа поклевок. Обычный свинец, даже свежевылитый свинец блестящий, который блестит, то есть, бытует мнение, что только на темный свинец клюет. Все ловится. Сейчас вечер наступил, осталось до заката час. Попробуем береговой поливчик обработать. Надеюсь, что он выйдет к берегу? Да, там стол такой. Вполне вероятно, что выйдет на вечерочку покушать. Здесь глубина 12-13 до 14 метров доходит. Это такая русловая канавка. Да, русловая канава. А здесь выступает, видно, обвалилась от берега. Мысочек. Глина, да. Мысочек получился такой. И достаточно обширный стол. Вот здесь уже 15 метров глубины, а там, ну, там порядка 6,5-7. Сейчас зайдем, посмотрим по наличию рыбы. Кто там живет. Да, то есть, кто там живет. Ну, встанем, попробуем. После серьезной теоретической подготовки, практическую часть нашего рыболовного дня мы продолжили на вечерней зорьке, немного сместившись от точки, где были пойманы первые судаки. Чудесная поклевка. О, и судак-то, смотри, неплохой. Слушай, странно, что он, как бы, видишь, опять за ус. Может, еще, как бы, ну, не время для него. Все-таки еще рановато. Но поклевка была очень хорошая. Вот так вот он ее скушал. Вместе с Дмитрием Зюзиным мы закрываем этот рыболовный выезд, поймав очередного Нижневолжского судака. Это была рыбалка на крупной силиконовой приманке поздней осенью на реке Ахтуба. Это была рыбалка без границ. И мы вновь постарались удивить вас, найдя очень интересную, а для многих и новую тему в, казалось бы, простой джиговой ловле. Точку в этом выпуске ставить еще рано. И в одной из ближайших программ мы обязательно вернемся к этому вопросу, подробно рассказав вам о технике ловли на крупную силиконовую резину. Смотрите наши новые серии на телеканале Охота и Рыбалка и применяйте полученные навыки и знания на ваших водоемах. У рыбалки не может быть границ, что уже не раз было доказано нашим ведущим и его друзьями. До новых встреч!